Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География просто. Учебник географии России, природа, население, хозяйство, 8 класс, за авторством Дронова, Бариновой, Ром, серия Вертикаль, УМК Дронов. Параграф 5. Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и экологи-географическое положение России. Вспомните, какие ветры преобладают в умеренных широтах. В основном преобладают западные ветры, так называемые умеренного пояса, западные ветра умеренного пояса. В чем сложность геополитического положения России? Сложность геополитического положения России в его неоднозначности. Во многом оно благоприятно, так как зависит от политического веса России в мировом сообществе стран, а этот вес очень значителен. Вместе с США, Германией, Францией, Японией, Канадой Россия входит в число ведущих стран мира, обладающих большим политическим влиянием. Также здесь забыли упомянуть Китай и Индию. Россия один из пяти постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций ООН и обладает в нем право решающего голоса. Для оценки геополитического положения России важно иметь в виду, что наша страна является членом многих других международных организаций. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества ОТЭС и многих других. Наряду с этим для России неблагоприятно складывается военный аспект геополитического положения. На Западе расширяется все ближе, продвигаясь к России, военный блок НАТО. На Востоке быстро растет военный потенциал Китая, КНДР, ряда других стран. На самом деле на Востоке, на 2021 год, со стороны каких-то местных стран особой угрозы нет. То есть ни Китай, ни Северная Корея, ни Япония, несмотря на некоторые заявления, они не представляют для России угрозы. Да и в целом на планете Земля нет стран, которые могли бы представлять существенную угрозу России. По той причине, что Россия ядерная держава и Россия это единственная страна на 2021 год на планете Земля, которая способна полностью уничтожить Соединенные Штаты. То есть своими ядерными ракетами. То есть у Китая ядерные ракеты есть, но эти ракеты не достают всю территорию США. У России ракеты достают всю территорию США. Поэтому Россия единственная страна, которая может уничтожить кого угодно. Это, конечно же, обеспечивает определенную точку спокойствия для нашего руководства. Но при этом, конечно, есть другие точки беспокойства. В чем сходство геоэкономического и геодемографического положения России? В геоэкономическом и геодемографическом положении современной России преобладают негативные черты. Они связаны с тем, что в одном и другом случае Россия находится в очень мощном окружении, оказывающем на нее сильное экономическое и демографическое давление. Геоэкономическое положение России характеризуется ее окружением, тремя крупнейшими экономическими районами мира. На западе это Европейский союз, на востоке страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на юго-востоке и юге быстро развивающаяся Китай и Индия. Наличие таких мощных соседей, с одной стороны, способствует развитию экономических связей, с другой, в большей мере, обостряет конкурентную борьбу за рынки сбыта продукции. Геодемографическое положение России определяется ее соседством с тремя крупными центрами концентрации населения. С запада к России примыкает зарубежная часть Европы с населением более 600 миллионов человек. Около 500 миллионов человек проживает в Северной Америке, в нашем восточном соседе. Самый большой сгусток населения, более 4 миллиардов человек, расположен в зарубежной Азии. Итого, в районах, находящихся вблизи России, проживает более 5 миллиардов человек. Это три четверти населения земного шара. Этнокультурное географическое положение связано с историческим развитием народов России и окружающего ее мира. В результате многовековой истории России сформировались как территории особой культуры, которую иногда называют евразийской цивилизацией или российским или русским миром. Многочисленные народы, проживающие на территории России, объединились, сохранив при этом особенности культуры, быта, обычаев, религиозных верований. Окружают Россию цивилизацией, отличающейся от нее историей, этническими особенностями, своеобразием культуры, языка и господствующих религий. К западу от России находится европейская цивилизация, европейский мир. Она охватывает большое число стран и народов с преобладанием католической и протестантской ветвей христианства. Часто к европейской цивилизации относят и Россию. К югу от России расположена исламская цивилизация, мусульманский мир, охватывающая территорию Западной и Центральной Азии, также Северной Африки. С востока к нашей стране примыкают китайская и восточно-азиатская цивилизации. Эколого-географическое положение. На территории России поступает загрязненный воздух из промышленных районов Центральной и Западной Европы. Наряду с воздушным загрязнением на северо-западе России существует угроза морских загрязнений с североатлантическим течением. Оно приносит к российским берегам из районов Северного и Норвежских морях, где ведется активная добыча нефти и газа, поэтому могут приходить достаточно серьезные загрязнения. Но они приходят не так уж и часто. В Европейском Союзе экологическое законодательство очень и очень жесткое. На Дальнем Востоке концентрация промышленности в северо-восточном Китае и Японии отрицательно влияет на российские территории. В то же время некоторые районы самой России оказывают влияние на экологию стран-соседей. Это прежде всего районы Кольского полуострова, в которых расположены металлургические предприятия. В некоторых акваториях Баронцево, Карского, Японского морей захоронены отработанные атомные реакторы подводных лодок. Что также оказывает определенное влияние. Правда, если раньше Япония могла что-то заявлять России, теперь, когда Япония сама сбрасывает огромное количество радиоактивной воды с своей атомной электростанции Фукусима, Япония уже в адрес России никаких прав что-то высказывать не имеет. Китай тоже, имея огромные проблемы с экологией всех видов, в отношении России помалкивает. Северная Корея вообще молчит, их, так сказать, ничего не касается. Они и так ядерные испытания проводят, что экологии не улучшают экологию. В Европейском Союзе определенные заявления, конечно, могут следовать, но, в принципе, Россия сейчас тоже достаточно активно улучшает ситуацию с экологией. Начали очищать реки. Активно ведется очистка реки Волга. В 2021 году приняли решение начать активное развитие и очистку реки Дон. Поэтому работы над экологией тоже ведутся. Хотя Россия, конечно, еще есть к чему стремиться в вопросах экологии. Вопросы и задания. Докажите, что геополитическое положение России неоднозначно. С одной стороны, Россия имеет огромную территорию, связывает самые разные океаны, имеет огромную протяженность, как с севера на юг, так и с запада на восток. С другой стороны, население России больше части сосредоточено на европейской части России. В азиатской населения не так уж и много. Климат России достаточно тяжелый, поэтому строительство многих объектов намного более дорогое и сложное, чем в других странах. При этом Россия окружена большим количеством стран, где население намного больше, чем на территории самой России, что также вызывает определенную настороженность. Попробуйте предоставить информацию об этнокультурном или экологии географическом положении России в виде карты. Ну, идиотское задание, что можно сказать. Видимо, здесь надо нарисовать какую-то свою карту. Ну, можете взять, например, карту различных этносов России, ну и нанести ее на какую-то контурную карту. Достаточно так, примерно, с разными цветами, если получится. И вот будет у вас какая-то такая карта. Как вы думаете, можно ли оценить экономико-географическое и транспортно-географическое положение, не зная физико-географического? В принципе, нет. Потому что, извините, но горы, а это физические объекты, они будут очень сильно препятствовать прокладке различных транспортных путей. Например, проложить какие-то транспортные полноценные пути через Гималайи практически невозможно в настоящее время. Поэтому здесь, безусловно, что не зная физико-географического положения, полноценно оценить транспортно-географическое положение будет практически невозможно. Экономика географическая, в принципе, еще где-то как-то оценить можно. Просто посмотрев, где какие города и какого размера расположены, уже здесь, по тому, какие крупные города, где и как они расположены территорией страны, можно составить примерное экономическое понимание состояния страны. Но при этом надо будет обязательно смотреть, что за города, какое население, и самое главное, какое производство в этих городах присутствует.